Привет, друзья! Сегодня последний день масленичной недели, а это значит то, что нам давно уже пора провожать зиму и встречать весну. Сейчас, в свободное от работы время, я хочу для вас записать влог и рассказать, как же все-таки мы перезимовали и рассказать вам, с какими трудностями мы столкнулись, живя в минус 27 в летнем каркасном домике. Давайте начнем с зимовки. Перезимовали мы, в принципе, хорошо. Как минимум, у нас не продавило крышу от снега, к нам не залезли воришки и за эту зиму мы не заразились ковидом. Это уже очень здорово. Но, честно говоря, померзнуть нам конкретно, друзья, пришлось. В Москве в этом году самая холодная зима за последние 7 лет и самая снежная зима за последние 40 лет. Снега, ребята, по пояс местами даже больше, особенно там, где снег с крыши сошел. Домик наш летний и, несмотря на 150 миллиметров утеплителя по контуру, сделан он с косяками, с осознанными косяками. У нас отсутствует технология теплый угол, доски мы делали из доски, доски, каркас мы делали из доски естественной влажности, и тогда, когда мы его делали, мы понятия не имели, что, оказывается, доски нужно пропенивать, чтобы не сифонило между ними после того, как каркас рассохнет. Прибавить сюда отсутствие тамбура и прибавить сюда отсутствие какой-либо утепленной двери. Вот и получается то, что при минус 27 ночью и минус 20 днем жить в таком доме нереально. Обогреватель включался и не выключался в течение суток. И, конечно же, счетчик у нас, ценник за энергию у нас выше крыши. Хотя, конечно, есть свои плюсы. И главный плюс это то, что наша дача находится в деревне. Мы ИЖС. Условно, здесь все бесплатно. Бесплатный свет, бесплатная питьевая вода в виде одного колодца на деревню, бесплатная техническая вода в виде пожарного пруда. И, конечно, раз в неделю бесплатно нам чистят дороги. Кстати, чистят дороги реально хорошо и на совесть. Один раз в год плати земельный налог и пользуйся всеми плодами деревенской цивилизации. Налог здесь, в Подмосковье, на 7 соток у нас составляет 6 тысяч рублей в год. Но два года назад мама вышла на пенсию и теперь земельный налог в год стоит всего лишь 900 рублей. По-моему, нехилая скидочка. Электроэнергия внутри участка, конечно же, оплачивается по счетчику. И, несмотря на то, что в деревне сниженный тариф по сравнению с городом, либо СНТ, ценник, ребята, получается конский. За 4 дня, в декабре месяце, 4 дня, это потому что 4 субботы, мы только по субботам на даче. Так вот, за 4 дня в декабре мы заплатили 500 рублей. В феврале, в январе 600, в феврале 700 рублей. За 4 дня. 4. За 4 дня. Страшно представить, какой бы ценник получился, если бы мы жили бы в дырявом доме на протяжении всего месяца. И это при том, что, в принципе, мы зимой совершенно не пользуемся микроволновкой, плитой и электроинструментом. Это все электроэнергия, это все электрические обогреватели. Между прочим, кстати говоря, летом больше 200 рублей мы ни разу не платили. Вот и считайте. Что касается отопления, у нас с Юлей есть видео, которое вошло в народ. Оно попало в рекомендованные, и там буквально за 3 месяца, наверное, больше полумиллиона просмотров было. Ребята, столько негатива, это вообще трэш. Я никогда не слышал. Но это и понятно, потому что очень сложно объяснить людям, прохожим, которые на нас не подписаны, за 10 минут, что ты не верблюд. Но вы, друзья, которые нас знают, пожалуйста, посмотрите это видео. Это очень прикольное, позитивное видео. И, к сожалению, большинство людей, как бы читая между строк, не слышат, что мы говорим, а слышат какую-то свою теорию. Посмотрите, это правда веселое, позитивное видео. Ну и заодно почитайте комментарии, потому что иногда это просто трэш. Творится там реально полная дичь. Замучил я вас уже этой болтовнёй. Пойдёмте разогревать гриль и готовить по-настоящему масленичное бомбическое блюдо. А блюдо сегодня будет называться чили. Чили конкорн. Почему чили? Почему масленица? Ну, потому что блины я готовить не умею, а в блинчике мясную начинку завернуть можно. По-моему, очень даже неплохая начинка получится. Для чили нам потребуется очень простой список ингредиентов. В первую очередь это, конечно же, фарш, протёртые томаты и перец чили. Ну, а дальше включается фантазия. Из дополнительных ингредиентов нам понадобится красное сухое вино. Также нам понадобится консервированная фасоль и овощи. Это, само собой, это чили перчик и лук. Также понадобится ещё чеснок. Давайте для начала смешаем специи. У меня чуть меньше одного килограмма фарша, и нам потребуется две ложки паприки. 1 ложка чили перца, 1 ложка сахара, ложка зиры и ложка орегано. Это блюдо я делаю уже не первый раз, но до этого я готовил его либо в духовке, либо на сковородке. В этот раз будем готовить на угольном гриле с использованием чугунной жаровни. Лук с перцем нужно обжарить минут 5, и только потом будем добавлять чеснок, чтобы он не сгорел. И вот тут, друзья, лайфхак. По идее, для этого блюда нужно использовать ароматное масло, либо очень дымное масло. У нас в сельском магазине такого масла нет, и поэтому мы будем ароматизировать масло сами. Ароматизировать масло за 5 минут. В прошлом видео мы уже рассказали, как это сделать с помощью бульбулятора. Кто не видел, обязательно посмотрите. Теперь настала очередь фарша. Добавляем его в казанок и оставляем примерно на 10-15 минут. Доводим его до полуготовности. Заливаем вином и оставляем еще настолько же. Ребята, почему я сказал то, что не имеет никакого значения, на чем будете готовить? Потому что это блюдо готовится с открытой крышкой. Хотите на костре, хотите на гриле, хотите в казане. Абсолютно не имеет никакого значения. Сейчас главное, чтобы выпарилось вино, потому что у нас будет безалкогольное блюдо. Ароматное, но безалкогольное. Друзья, какой же здесь стоит аромат, просто бомба. И какой же сегодня витрина на улице. Вот она, блин, пришла весна. У нас штурмовое предупреждение. Говорят, ветер будет 19 метров в секунду. Дома будет сносить. Ну, судя по тому, что меня нифига сейчас не слышно, наверное, так оно и есть. Самый популярный вопрос этой зимы, ребята, а какие у вас планы на ближайшее лето? Наверное, вы достроите баню, наконец-то, да? Так вот, друзья, нет. Если мы успеем достроить баню в этом году, это будет здорово. Если не успеем, ничего страшного. Потому что, друзья, в первую очередь мы дачники. И только потом уже блогеры. И как у самых обыкновенных дачников, у нас тоже есть своя бытовуха. Естественно, за один день справиться с этой бытовухой достаточно сложно. Конечно, друзья, мы все прекрасно понимаем. Мы бы с удовольствием бы снимали на протяжении месяца. Потом раз в месяц выкладывали какое-нибудь видео, которое бы шло полчаса, либо час. Это было бы очень кликабельное видео. Потому что мы бы обсуждали какие-нибудь вопросы, которые интересуют каждого дачника. Но мы, к сожалению, себе этого позволить не можем. Наш канал с Юлей, мы уже тысячу раз это повторяем. Наш канал это видеодневник. Приехали на дачу, вот все, что успели сделать, показали. На следующий день выложили в интернет. Вот я сейчас один приехал на дачу. Вот все, что я успею вам сейчас наговорить, я завтра вам выложу в интернет. Я знаю то, что нафиг никому не нужно слушать вот эти вот мои разговоры. Но, тем не менее, это видеодневник. Но почему? Нельзя его прерывать. Баня-баней. Баня это очень классная тема все, что касается Ютуба. Да, к сожалению, баня сейчас на нашем канале, наверное, это основное. Но, ребята, мы не Ютуб, мы дачники, мы семья. Для нас это не основное. А вот ландшафтный дизайн это основное. Освещение это основное. Будем делать теплицу в этом году, это тоже основное. Потому что мы дачники и только потом уже блогеры. Прошло у нас 15 минут. Теперь добавляем протертые томаты, смесь перцев и все это заливаем водой. Оставляем на очень слабом-среднем огне примерно на 10-15 минут. В принципе, наше блюдо готово. Под самый конец добавляем консервированную фасоль. Ее готовить не нужно, она уже готова к употреблению, так сказать. Ребята, я не знаю, как это будет, конечно, в русских блинчиках мексиканское блюдо. Но вот отдельно это мексиканское блюдо, это просто бомба. Блин, пожалуйста, повторите тот же самый рецепт. Ой, опять ветер пошел, блин, а. Один из самых популярных комментариев на ютубе, это то, что, ребята, у вас новая камера, поздравляем, картинка стала в тысячу раз лучше. Значит, друзья, смотрите, картинка действительно у нас стала в тысячу раз лучше. У нас действительно новая камера, но камера здесь абсолютно не при чем. Одним из самых главных провалов нашего канала является то, что на протяжении 4 лет из 5 мы снимали в формате HD. Если честно, я думал то, что всем по барабану, потому что в основном наши подписчики смотрят с телефонов, либо с планшетом. Но, как оказалось, не по барабану. И всего лишь полгода назад мы стали выпускать видео в формате Full HD. Отвечая на самый популярный вопрос, да, ребята, мы снимаем на айфон. На айфон одиннадцатый. Это, наверное, единственное приобретение, которое я купил ради ютуба. Потому что камера у айфона в плане видео это самая бомба. Я не знаю, Sony, наверное, душу бы готов продать, чтобы узнать, как эти пиксели, которые заявлены в 10 раз меньше, чем их фотоаппараты, снимают в 10 раз лучше. Но дело даже не в айфоне. Дело в том, что раньше было HD, теперь стало Full HD. Что касается обработки видео, честно говоря, мы этим не заморачиваемся. Это очень плохо, потому что с Lumetri я совсем не дружу. Но, тем не менее, самая базовая цветокоррекция и все. Вот, ребята, отвечаю на самый популярный вопрос. Да? Чего ты? О, ты такой, ты такой пёсель. Привет. Ух ты. Вот так мы ем, да? Ой. Привет. Какой классный. Да. Ну, у меня кроме кошачьей еды больше ничего нет. А кошачьей еды тебя кормить, говорят, нельзя. Ну, прости, пожалуйста. Ну, вот, наверное, и все, что я хотел вам рассказать, ребята. Я вам рассказал. Я, конечно, понимаю то, что без Юли записывать видосы на даче, это не прикольно и не весело. Вам такое видео, конечно же, не зайдет. Но, тем не менее, у нас есть некоторые обязательства перед подписчиками, которые мне все равно. Которые задают вопросы, а нам не наплевать, когда у нас что-то спрашивают и требуют ответа. Так что, друзья, вот так. Поэтому спасибо, что досмотрели до конца. Не забываем поставить лайк. Не забываем поставить дизлайк за то, что я приехал сегодня без Юли. Обязательно напишите, какая я скотина, то, что оставил ее одну в городе. Ну и, само собой, подписывайтесь в нашу группу ВК, в нашу группу Инстаграм. Там каждый день что-то интересное. А видео на Ютубе выходит всего лишь раз в неделю. Все. Всем пока. И моя фантазия подсказывает мне то, что нам еще понадобится. Что нам еще понадобится. Конечно, я понимаю то, что в плане продвижения канала, в плане оптимизации, в плане расширения. Это, конечно, полный провал. Естественно. Но, тем не менее, ну, блин. Ну, я не знаю, что теперь. Порвать какие-то там места, что ли? До свидульки. До свидульки, до свидульки. До свидания. До свидания.